...переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, который утром прибыл в Москву с официальным визитом. Завтра он примет участие в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На встрече в Кремле лидеры обсудили роль двух стран в борьбе с фашизмом. Как отметил Си Цзиньпин, Китай был главным фронтом Второй мировой войны в Азии. Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за визит в столицу в преддверии торжеств. В результате Второй мировой войны Советский Союз и Китай оказались наиболее пострадавшими государствами, поскольку у нас погибло наибольшее количество граждан, как Советского Союза, так и Китайского народа. И, конечно, мы очень рады возможности на полях вот этих мероприятий праздничных обсудить текущий вопрос нашего сотрудничества. В начале встречи не могу не отметить очень высокий уровень доверительных характер наших отношений. 3 сентября в этом году в нашей стране планируется провести торжества по случаю 70-летия победы в Китайской народной войне, сопротивлении японским захватчикам и победы во Второй мировой войне. И в этой связи я сердечно приглашаю вас принять участие в этих торжествах. Спасибо. А после Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили текущие мировые проблемы и вопросы торгово-экономического сотрудничества. По итогам подписано около 40 важнейших документов, в их числе совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. На его основе будет развиваться множество совместных проектов, таких как партнерство в космической сфере, обороне и укрепление стабильной валютно-финансовой системы. Договорились о совместной работе в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Шелковый путь», а также заключили меморандум о строительстве высокоскоростной железной магистрали «Москва-Казань». Сегодня Китай – наш стратегический ключевой партнер. В ходе состоявшихся переговоров, которые традиционно прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, был рассмотрен широкий спектр вопросов двухсторонних отношений и международной политики. В ходе беседы подробно обсудили перспективы сотрудничества в ключевой для нас на сфере отношений в энергетической области. Были затронуты проекты в нефтяной и газовой сферах, электро- и атомной энергетике, энергосбережениях. По всем этим направлениям у нас есть весомые результаты. Сегодня в Москве пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне лидеров государств. В Россию прибывают делегации 27 стран, которые примут участие в торжественных мероприятиях в честь Великой Победы. Многие уже в столице. Это главы Венесуэлы, Зимбабве, Сербии, ЮАР, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Египта. Буквально несколько минут назад приземлился самолет президента Армении Сержа Сарксяна. С годовщиной Великой Победы российский президент поздравил лидеров стран СНГ, а также граждан Грузии и Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля в посланиях, президент отметил общий вклад народов в борьбе с фашизмом и выразил уверенность, что братская дружба, закаленная в годы войны, будет и дальше способствовать укреплению отношений между странами. Также Владимир Путин выразил признательность ветеранам за их подвиг в Великой Отечественной и пожелал им здоровья и благополучия. В Москве в Александровском саду сегодня состоялась торжественная церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. В ней приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, члены правительства Москвы, ветераны, представители молодежных организаций и религиозные лидеры. Они почтили память погибших в Великой Отечественной войне минуты молчания. Затем торжественным маршем прошла рота почетного караула. И сегодня на востоке столицы осветили церковь Преображения Господня. Это храм в память о подвигах не только московских воинов, но и всех солдат и офицеров российской армии. Чин великого освящения совершил патриарх Кирилл. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин и супруга главы правительства Светланы Медведева. Полвека назад советские власти разрушили храм под предлогом строительства метро. В 2009 году церковь решили восстановить. Деньги на это выделили по программе столичного правительства 200 храмов. Основой для нового здания стал исторический фундамент. Вместе с прилегающим сквером храм является частью большого мемориального комплекса, посвященного русскому воинству. Рядом обустроен плац для строевых учений. Кроме того, мэр Москвы и представитель Русской Православной Церкви возложили цветы к новому памятнику воинам Преображенского полка. Здесь, на этой площади, собирались в годы Великой Отечественной войны тысячи людей, чтобы прийти к храму Преображения Господня, чтобы набраться здесь мужества и сил, и веры в победу русского оружия, в победу нашей страны над фашистскими полчищами. Этот храм действительно давал веру, действительно давал силу. Силу москвичам, силу нашему воинству. Сегодня Пресненский суд Москвы, как ожидается, должен определить наказание Евгении Васильевой и остальным четырем фигурантам дела оборонсервиса. Оглашение приговора продолжается. Сегодня судья оправдал Васильеву по нескольким эпизодам дела и сократил сумму причиненного ущерба в три раза. Также суд решил, что Васильева использовала в корыстных целях личную связь с Анатолием Сердюковым и обманывала его. За ходом заседания следит наш корреспондент Павел Прокопенко. Он на прямой связи со студией. Павел, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Юлия. Важное уточнение от пресс-службы Пресненского суда. Только что мы его получили. Сумма материального ущерба остается пока прежней. Три миллиарда рублей. Она прописана в обвинительном заключении. А снизили ее в шесть раз адвокаты Евгении Васильевой, поскольку просто вычеркнули из этой суммы стоимость объектов недвижимости, по продаже которых Васильева уже оправдана. Но официально суд еще не переходил к рассмотрению вопроса о материальном ущербе. Судья приближается к тысячной странице приговора. Идет 18-й час его оглашения с учетом двух предыдущих дней. Кстати, если раньше суд разрешал присаживаться тем, кому стоять тяжело, то сегодня никаких поблажек нет. Люди в зале переминаются с ноги на ногу, держатся за столы и стулья. Озвучиваются те или иные доказанные факты, показания свидетелей, данные экспертиз. Вскрываются все новые подробности коррупционных схем предприятий «Оборонсервис», которые занимались продажей объектов Министерства обороны. Вот лишь одна любопытная деталь. Обвинение считает, что недвижимость ведомства продавалась по заниженным ценам. Адвокаты говорят, оценку проводили эксперты, с них и спрос. Но выяснилось, что оценочную фирму организовала сама Васильева и получала с каждой сделки по 5%. Еще в среду стало понятно, что приговор будет обвинительным. Суд признал экс-руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны виновной по восьми эпизодам уголовного дела. Васильева виновна в организации преступной группы и легализации денежных средств. На казенные деньги, например, Васильева даже ездила в отпуск. Мошенничество проводилось путем обмана экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Близкая связь чиновников установлена. Но при этом суд оставил без внимания 4 ключевых эпизода. Так, Васильева оказалась непричастной к продаже нескольких крупных объектов, в том числе московских зданий на Арбате и Серпуховской улице. Именно их стоимость адвокаты вычеркнули из суммы материального ущерба, указанной в обвинительном заключении. И таким образом, повторюсь, сами снизили ущерб. О трех миллиардах сегодня утром напомнил, кстати, молодой человек, пришедший к зданию суда с плакатом «Свободу» Евгении Васильевой. Условный срок, не срок. Прокуратура полагает, что обвиняемая заслуживает 8 лет лишения свободы условно. Кстати, время, проведенное под комфортным домашним арестом, может быть засчитано в срок. Сама же подсудимая настаивает только на оправдательном вердикте. Как будто ни было, развязка громкого уголовного процесса близка, ориентировочно в 5 часов вечера будет вынесен окончательный вердикт. Мы узнаем приговор Евгении Васильевой. Юлия. Спасибо. На прямой связи со студией от здания Пресненского суда был наш корреспондент Павел Прокопенко. Донецк сегодня снова подвергся обстрелу. Артиллерия по пригородам столицы ДНР, а ночью от действий украинских силовиков больше всего пострадала горловка. Артиллерия открыла огонь по частному сектору. Одна мина разорвалась на территории детского сада. В результате обстрелов тяжелые ранения получил один мирный житель. Били артиллеристы и по окрестностям Донецкого аэропорта, Широкино, Есиноватой, по позициям ополченцев под Мариуполем. Всего в ДНР зарегистрировали 44 случая нарушения перемирия. А в соседней Луганской области силовики за последние сутки открывали огонь 60 раз. Там также стреляли из танков, самоходных артиллерийских установок, противотанковых орудий и минометов. Данные о жертвах и разрушениях уточняются. В Киеве сегодня отмечают День памяти и примирения. Праздник победы 9 мая и парад на Украине с этого года под запретом. Верховную Раду на торжественное заседание пригласили бойцов нынешней карательной операции в Донбассе, ветеранов-красноармейцев и союзников-фашистов, членов Украинской повстанческой армии. Напомню, эта организация запрещена в России. Алексей Платонов подробнее. В здании Верховной Рады депутатов сегодня встречал почетный караул и десятки людей в камуфляже. На свое празднование окончания Второй мировой войны парламентарии пригласили участников силовой операции в Донбассе, а также ветеранов Украинской повстанческой армии. Они теперь тоже народные герои. Позвали в Раду и ветеранов Красной армии, но было их существенно меньше. В Куларах красноармейцы и солдаты УПА старались не пересекаться, а на торжественном заседании, словно депутатам фракции, им отвели места в разных концах зала. Волею депутатов теперь День Победы на Украине не отмечают. Его заменили Днем памяти и примирения. Но выступая в стенах Рады, президент Порошенко о примирении даже не вспоминал. Зато много говорил о врагах, причем главным среди них для Украины теперь является Россия. Наша страна, против которой осуществляется войсковая агрессия, лучше, чем кто-либо другой, знает цену мира, который наступил 70 лет назад. Потому что, как сказал бы снова Александр Довженко, Украина в огне. Потому что очевидны параллели между событиями в Европе в конце 30-х годов прошлого столетия и теперь. И потому что Украина, которая не была в те годы независимым государством, де-факто стала членом антигитлеровской коалиции. А мы, украинский народ, стал народом-победителем. В зале Верховной Рады присутствовал генсек ООН Пангимун. Слова о решающей роли Украины в победе над фашизмом он уже слышал. Накануне в польском Даньске, куда Порошенко приехал отметить окончание Второй мировой в кругу ряда европейских коллег. Там заявление украинского лидера вызвало у многих недоумение. Впрочем, то, что память нынешних представителей украинской власти коротка, они показали, готовясь к торжествам. По сути, отказали вправе на праздник подлинным героям-ветеранам. Им вообще посоветовали не выходить на улицу. А чтобы совет выглядел весомее, сообщили, порядок в городах будут охранять десятки тысяч милиционеров. Особое внимание Киеву, Харькову и Днепропетровску. Под запретом на Украине теперь и традиционные символы победы. Красные флаги и георгиевские ленточки. Вместо них алый мак, символ из Европы. Риторика о европейских ценностях звучит от украинских лидеров постоянно. Реальное же положение вещей видят уже и на Западе. Развязанная Киевом война в Донбассе стала лишь продолжением кровавых событий в Одессе и на Майдане, которые так и остаются нерасследованными. Это разочарование, потому что до сих пор никаких результатов нет. Даже не была создана парламентская комиссия, которая бы занималась расследованием этих событий. Депутаты Европарламента потребовали от премьеры Яценюка наконец предоставить материалы о событиях в Одессе и на Майдане. 13 европарламентариев из 8 стран подписали открытое письмо к главе украинского Кабмина. В нем также серьезная озабоченность громкими убийствами журналистов, которые отважились иметь собственную точку зрения, и оппозиционных политиков. Будет ли получен ответ, сказать трудно. Слишком невыгодными для нынешней украинской власти могут оказаться итоги расследования. Алексей Платонов, ТВ-центр. Торжества и памятные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Победы проходят сегодня в Европе. В Париже мемориальную церемонию возглавил президент Французской республики Франсуа Алланд. По лисейским полям к площади Шарля де Голия главу государства сопровождал конный эскорт национальной гвардии. У подножия Триумфальной арки Алланд возложил венок к могиле неизвестного солдата. И после минуты молчания приветствовал собравшихся ветеранов, среди которых были и фронтовики из России. В Германии с минуты молчания в памяти погибших во Второй мировой началось специальное заседание Бундестага, на котором присутствовали президент страны Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель. Председатель парламента в своей речи выразил особую благодарность народам тех стран, с которыми Третий рейх ввел войну за послевоенное восстановление Германии. Дорога жизни, путь между Санкт-Петербургом и Ладожским озером, сегодня стала ярким символом героической защиты Ленинграда. В этом году военно-туристический маршрут признан одним из лучших в России. На нем установлено более 50 памятников. Их все отреставрировали и начали строительство нового мемориального комплекса. За работами наблюдала Анна Морозова. Слово «победа» на гранитной плите военного мемориала должно хорошо быть видно издалека. Ради этого Александр Исаев готов работать под дождем сутки напролет. Хотя люди его профессии, он художник по камню, обычно трудятся в теплых мастерских. Воистину они совершили великий подвиг. И мы просто обязаны следовать памяти. Ну и что можем, что в наших силах сделать в честь их. Стучат и красят сейчас почти на каждом километре дороги жизни. Времени в обрез. Около тысячи ветеранов из разных концов страны на машинах военных лет проедут по дороге жизни к берегу Ладожского озера. Спустя 20 лет после победы здесь установили один из главных монументов. Две тяжелые бетонные полуарки, как будто разломаны посередине. Это символ прорыва блокады. Памятник так и называется – разорванное кольцо. 9 мая здесь впервые вспыхнет вечный огонь. Рабочие уже заканчивают монтаж газовой горелки. Продуваемый всеми ветрами берег Ладоги. Непростое место для такого мемориала. Она называется газовая горелка. Ветро устойчивое, то есть она выдерживает порыв ветра до 30 метров в секунду. И даже если будет, не дай бог, прорыв пламени, она самовоспламенится, как только сможет это технологически сделать. С первой блокадной зимы по льду Ладожского озера отсюда уходили на большую землю груженные полуторки. Из Ленинграда везли в эвакуацию раненых, женщин и детей. Обратно высажденный город продукты и лекарства. От Ладоги до города полсотни километров по Колтушскому шоссе. Это автомобильная часть легендарной дороги жизни. После победы на этом участке трассы в разные годы стали устанавливать памятные знаки. Та самая легендарная полуторка. Ленинградцы называли ее машина-солдат. Гвардейский миномет времен Великой Отечественной, больше известный как «Катюша». Всего семь монументов и 46 обелисков вдоль дороги. На берегу Ладожского озера вскоре будет установлен еще один памятник героям дороги жизни. Проект сейчас дорабатывается, но уже известно, что это будет скульптурная группа из пяти фигур высотой около 7 метров. Памятник откроют к 8 сентября 2015 года, годовщине начала ленинградской блокады. Анна Морозова, Александр Плешкин и Сергей Карасев. Северо-Западное бюро ТВ-центра. Ленинградская область. 9 мая в День Победы праздничные салюты прогремят в 26 городах России. Начало красочного шоу назначено на 22 часа. В это время на нашем канале начнется прямая трансляция из Москвы. 10 тысяч выстрелов, фейерверков украсят столичное небо. Всего определено 16 салютных точек. В течение 10 минут будет произведено 30 залпов из 72 установок и 18 артиллерийских орудий. Все по специальному сценарию и с использованием высококачественной автоматизированной техники. По традиции главными площадками станут Парк Победы и Воробьевы горы. Завтра в 22 часа смотрите на нашем канале прямую трансляцию праздничного салюта. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. До встречи.